Так, теперь мы на умывание глаз воспользуемся. Даже манекена умывать нужно бережно и аккуратно, как живого. Ошибка думать, что в обязанности сиделки входит только тревожное отсиживание времени у кровати лежачего больного. От помощника по уходу все гигиенические процедуры требуют особой подготовки. Ее уровень 25 сиделок демонстрируют на конкурсе профмастерства. Все манипуляции должны выполняться безопасно как для подопечного, так и для исполнителя. Сейчас это девочки как раз и демонстрируют. Не должна нарушаться технология выполнения, они этому всему обучены, то есть это специалисты своего дела. Есть немножко где-то какие-то погрешности, которые мы учитываем, но здесь сказывается еще, конечно, человеческий фактор, потому что люди волнуются. Но так проходит все очень замечательно, я очень рада, что у нас в этой сфере такие специалисты. Хочется посмотреть, как другие работают, себя, как говорится, показать, что-то новое узнать. Все работают абсолютно по-разному, у каждого своя технология, и это очень интересно. Разный у всех и стаж работы – от пары лет до нескольких десятков. Победитель получит 100 тысяч рублей, призеры – по 80 и 60. Но для многих участников приз – всего лишь приятный бонус. Есть люди, которые пришли, например, ухудшены совсем, а потом он может уже сам привстать и сесть на коляску, как говорится, или в кресло. Это очень радует. Когда они вас встречают утром, это дорогого стоит. Частичка души должна быть, понимание, общение, чтобы общались с ними. Не происходит какого-то перелома, когда человек впервые пробует поработать? Ну, со мной не было такого. Бывает, что приходят, смотрят и возвращаются на работу. У каждого свое. Конкурс начался еще с отбора участников. В анкете заявки указывают сведения об образовании и наличии диплома. Каждая участница, как правило, это женщина, прошла теоретические испытания. Эту и практическую работу оценивают семь экспертов. Например, конкурсным заданием предусмотрено тоже вроде бы мелочь. Вот у нас есть открытые окна, да, при этом проводим гигиенические процедуры. Есть участники конкурса, которые обращают на это внимание и задают вопрос потенциальному нуждающемуся. Холодно, не холодно закрыть окно, не закрыть окно. То есть вот эти вот моменты, они также очень важны. Это тонкий, но важный момент. Побороться за приз заманчиво, говорят участники, но не это главное для тех, чья работа проявляет человечность. Помощь сиделке бывает нужна не только людям с инвалидностью, но и здоровому человеку, временно оказавшемуся на больничной койке, например, после операции. В Министерстве соцзащиты края подтверждают, что престижность благородной, но в последние годы не слишком благодарной профессии, нужно, наконец, повышать. Дарья Ирушина, Владислав Ковалев. День с толком.